Всем привет! Давно хотелось снять это видео, если честно. У меня здесь копченая скумбрия, слабосоленая скумбрия, свежий огурец, томат, лук, картофель в сливочном масле отваренной, помидорки черри. У Кости мама готовила, очень вкусные. Мама сделала также капусту, передала тоже нам. Еще хотела огурцы открыть, но подумала, наверное, тут лишнего будет. У меня также здесь майонез, кетчуп, пьем квас. Из холодильника холодный. В прошлом видео я его тоже пила как-то. Вы спросили, что за квас. Кость сказала, его купил в красно-белом. Я все немножко приболела, никак не выстрою. Также сегодня будем отвечать, каких мукбангеров я смотрю. Давно вы меня просите. Я переписала. На листочек здесь. Сегодня все обсудим. Так. Да, сначала попробуем. Давайте начнем с помидорки. Неудивительно, что я все мимо. Картошечка только сварилась. Никакие роллы не надо. Когда есть такая еда. Сегодня назову много мукбангеров. Мне кто-то писал. То я не хочу говорить, каких мукбангеров смотрю, потому что боюсь делать рекламу. Так, у меня здесь еще хлебушек. Это из местного у нас магазинчика. Хрустящий, свежий. Давайте по мужчинам начнем. Таких мужчин мукбангеров я смотрю. Я смотрю АСМР Сергея. Чтобы вам было понятнее, сюда вставлю их в превью канала. Фото. Главное фото. А вилочка вот у меня здесь. У него классно все. У него очень классная съемка. Я подписываю на него и в Ютубе, и в Инстаграме. Кто любит АСМР формат, АСМР формат. Тогда обратите на его канал, внимание. Что-то запыхалось так, пока все это готовила. Раскладывала. Дальше из мужчин я смотрю мукбанг-казах. Также подписана на бадияры и в Инстаграме, и в Ютубе. Вконтакте, хотела сказать. Все, все. Его тоже я смотрю достаточно уже давно. Очень тоже нравится его контент. Нравится его Инстаграм также. Он такой шуточный Инстаграм ведет. В общем, люблю людей, в роликах которых можно отдохнуть. Вот бадияр. Мне очень нравится. Сейчас надо подсмотреть дальше. Я просто список написала, чтобы не путаться. Дальше меня спрашивали, кто мне больше нравится. Верняева или Эк Эмили. Мне пришел такой вопрос в Инстаграме. Марину я смотрела раньше очень часто. Но сейчас и она редко снимает. Сегодня специально зашла к ней на канал. Три недели назад или две недели назад. Ролик был последний. Знаете, мне кажется, даже их с Айкой не очень можно сравнить. Потому что у Марины подача еды очень красивая. Плюс она очень много съедает. Айка вообще молодец. Ведет очень хорошо Инстаграм. И Макбан мне ее тоже нравится. Айку, наверное, я смотрю намного чаще, чем Марину. Марину последний раз смотрела очень давно. Раньше Марину смотрела чаще. Ну и контента было больше у нее. Так, давайте дальше. Также очень много макбангеров, которых я смотрела, уже не снимают. Я не вижу, наверное, смысла их называть. Ладно, давайте тоже скажем. Оксана Таха она не снимает больше. Кто еще? СМР София она тоже пропала. И еще... Вот как у меня такая память плохая. Вылетела из головы, как бы еще хотела сказать. Ну, потому что моя София, она пропадает. Пропадала, потом вообще перестала снимать. Потом убрала формат с лицом. Осталось только после... Пол лица формат. Оксана Таха мне ее ролики очень нравились. Я узнала из Инстаграма, что она родила. Мне кажется, она не вернется на эту больше. Я скумбрию кусочек съела и не заметила. Очень вкусно. Уж помнила. Поли Кей. Она тоже не снимает. Сейчас. Но я на нее в Инстаграме подписана. Наташа Боя тоже пропала. Тоже время от времени ее смотрела. Давайте копченую и продолжим дальше. У меня большой список. Рыбка очень вкусная. Также пишите, кого вы смотрите, есть те, кого я назвала. Мне будет интересно. Там же Сойка мукбангер и рецепты. Но она уже два месяца ролики не выставляла. Я все на днях хотела ей написать, куда она пропала. И забыла. Очень многие мукбангеры пропали после того, как отключили монетизацию. Намного меньше стало контента от русскоговорящих блогеров ходить. Знаете, мне в мукбанге важна еда, сам человек. И чтобы не было негатива. Ссор, руганье, треш-контента. Так, дальше. Так, Айку сказала. Асмэр-физик сказал. Дальше. Игьянка мукбанг. Надеюсь, я все правильно переписала. Муж и жена пара. Они появились не так давно. Мне не нравится. Все, мне кажется, ролики у них посмотрела, что есть. Также еще пара Хавьер и Аня. Они в Испании жили вроде, или в Германии. Сейчас они переехали в Дубай. Канал называется Джавана Бон Анна. Тоже нравится у них видео. Дальше. Катя. Девушка Катя. Сюда тоже вставлю ее канал. На все, кого говорю, будут фото. Красивая подача еды у нее. Видно, что очень хорошо готовится к видео. Канал, картинка, еда. Дальше. Лученка Фемиля. Также снимала с мужем. Она и с дочкой эта пара. Сейчас она снимает. Эта девушка одна, Яна. Если не ошибаюсь, я ее зовут. Тоже нравится ее видео. У меня в голову еще приходят другие каналы. Я просто не вижу смысла говорить, потому что люди не снимают сейчас. И вспомнить не могу название. Наверное, чаще всего я смотрю Айку, Мадияра. Еще на днях наткнулась на девочек. У них не очень много подписчиков. Зовут Алена и Алина. Мне они тоже понравились. Теперь спокойная. Они вроде сестры. Тоже нравится их смотреть. Очень вкусно. Говорила, отвечу на вопрос. И куплю сладости. Поедим. Ем рыбу. Хочу проверить всех, кто сказала. Да, всех сказала. Пишите, кого вы смотрите. Может, я кого-то не видела еще. Капуста очень вкусная. Из просто блогеров я смотрю Катю и Ваню. Раньше смотрел каждый их влог. Сейчас, честно, смотрю не каждый. Также мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм. Я хочу до Нового года набрать там 10 тысяч подписчиков. Мне будет очень приятно. Я так люблю скумрию. Скажи, мне спрашивали, как я отношусь к тому, что, например, у кого-то уже геоблогеров. Говорят о нашем канале. Еще такое. Помню, когда мы только начинали снимать. Мне не так долго снимали. Я, честно, натыкалась у других блогеров, макбангеров. Что говорили про нас с Костей. Я нормально к этому относилась. Мне даже было приятно, если честно. Лучше, когда говорят, чем когда не говорят. Можно было просто АСМР сделать. Забыла еще про канал. Ходеки, едоки, что-то такое. Они раньше чаще снимали. Потом пропадали. Тоже нравится видео. Не все, но смотрю. Извиняюсь, если забить нос у меня. Прямо я не могу сидеть. Я вам прям сильно дышу так. Как Лёв в садик начал ходить, мы постоянно по кругу все болеем. Конечно, еще зима, холодно. Мне прям эти болячки надоели уже. А знаете, я по инстаграмам поняла, что люди очень любят всякий контент, основанный на то, что трэш. А по каких-то или плохих ситуациях, сложных жизнях. Очень сейчас популярно в инстаграме, что развивают каналы на разводе с мужем. И все вот это вставляют. Потому что, когда я в воздействии была, то, что к нам ночью, парню стучался в дверь. У меня история в инстаграме дошли до 10 тысяч просмотров за историю. Хотя обычно 4 там набирает. У меня не очень много в инстаграме подписчиков. У меня там 7 с чем-то. Вот я хочу 10 тысяч подписчиков. Так же, наверное, на ютубе это действует. Если выставляют видео с провокационными названиями. Или в самом видео что-то происходит. Несколько раз у блогеров натыкалось на такое, что дерутся на стриме. Или ругаются. Там с распятием алкоголя. Мне такое, если честно, вообще не нравится. Как-то сразу мнение о человеке как-то меняется в худшую сторону. Так что я люблю более такой спокойный контент. Без оскорблений, мата. И всего остального. Интересно, вы смотрите тех же блогеров на Вент Крешно, да? Кого я смотрю, и я. Потому что когда смотришь определенный контент, выходят похожие блогеры. Давайте, наверное, еще кусочек. Все, и потому что очень объелась. Что-то вообще разболелось. Как сегодня вкусно все. Ногика пью. Холодный квас, когда болит горло. Также очень вижу много начинающих каналов. Могбангов. Для тех, кто начинает, и не все сразу получается, я хочу сказать, что главное не бросать и не пропадать надолго. Если вы будете пропадать с канала на большое количество времени, а потом вернетесь, канал просто может быть в теневом, как и в Инстаграме такое бывает. Может, просто не будет показывать. Спасибо, что были сегодня со мной. Было безумно вкусно. Всех обнимаю. Спасибо, что досматриваете видео до конца. Мне это очень приятно. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok